Котики мои, всем снова привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем продолжать играть с вами в мобильную аватарию. Я снимаю рубрику проверка отношений на верность. Обратилась Даша с ником Сельма. Всем привет, я Даша, мне 14 лет. Играю в аватарию год. Месяц назад познакомилась с Вовой, мы встретились на локации кафе. Я кинула в него торт, а он рассердился. Я даже не думала, что во время прохождения задания встречу свою аватарскую половинку. Он познакомил меня со своими друзьями, а их у него здесь очень много. Я познакомила его только с одной своей подругой, но она походу на него запала. Ребят, вот это поворот, конечно. Да, подруга не лучшая, как вы поняли. Ребят, ну да, я тоже как-то не очень это понимаю, как она могла запаясь на него, если вы как бы знакомы. Поначалу она подкалывала меня, что заберет моего парня. Вот это, блин, подруга классная. Такие вот шуточки у моей подруги. Но в один прекрасный момент я нашла своего парня, а он был с моей подругой. Так. Им было очень весело, судя по их поведению. Они танцевали в клубе и о чем-то общались в личных сообщениях. Потому что в общем чате слов не было. Так может они молча танцевали? Хотя, конечно, это вряд ли. Вряд ли я не молча буду танцевать. Да, да уж, подружка. Я не знаю, что за подруга. Я отток убежала, наверное. В тот же день подруга сказала, что мой парень признался ей в любви. Но она отказалась. А вечером Вова сделал мне предложение. Я сказала, что подумаю и скажу сегодня ответ. Да уж, ситуация явно запутанная. Подруга пытается отбить парня. Или парень, наоборот, идет к подруге и сам. Это вообще, не знаю, ребят, сложно очень. Гадайте, мы никогда, наверное, это не узнаем. Остается лишь наши женские с вами догадки кидать. Но сами проверим, пообщаемся с ее молодым человеком. Узнаем, так ли он общителен с другими девушками, как она рассказывает историю про подругу. Или же нет, или же он меня вообще-то будет игнорировать. Для нашей проверки я, как всегда, поменяю ник. Ну, давайте не будем с вами блистать оригинальностью. Назовем себе Зая Израиля. Также надо подобрать какой-нибудь мега-классный образ. Мега-классное платье, чтобы парень просто упал в обморок от нашей красоты, ребят. О, господи, только давайте парик наденем. Без парика ему лучше не показываться, ребята. Ну, а локацию, где мы будем прятать Дашу, я хочу сделать интерьер. Вот новый у нас вышел интерьер, теплая осень. Мне кажется, надо что-нибудь купить сейчас, организовать такую атмосферную, уютную комнату, чтобы он вот просто уже был точно наш. Я бы не хотела, чтобы он был наш. Все-таки у них должна состояться свадьба. Ну, точнее, не должна состоять. Ну, как это не должна? Должны не пожениться. Блин, кого вы обманываете, ребят, она должна сказать да ему по сути. И надеюсь, что после сегодняшней проверки именно это она ему и скажет. И даже не придется им этот план проживать, который мы сейчас с ней обговорили. Она с ним встретится и должна будет сказать, что уезжает в деревню на неделю. И наша, наша любимая стандартная схема. Ребят, я не знаю, почему все так боятся, что их друзья, их вторые половинки куда-то пропадут на какое-то время. Мне кажется, ничего сложного нет. Ну, понятно, если ты скажешь, я все, год, год не буду заходить. Жди меня год. Или там пять лет сиди и жди. Это да, это еще можно как бы сказать. Ну вот, год это много, понимаешь? Давай я вот с кем-то, если познакомлюсь, то мы поженимся, а там через год ты придешь. Посмотрим. Не знаю, что посмотрим и посмотрим. А тут-то всего лишь неделя там или две недели. Ну, это же не вечность. Можно же дождаться. А мы сейчас находимся на улице. Наша Даша пишет ему личные сообщения. И будем ждать от нее скрины. Я пока читаю здесь на лавочке газету или журнал. Привет, Вов, как у тебя тела? Ну, такое. Ты написала, что уезжаешь в деревню на неделю. Нас перевели на неделю дистанционного обучения, поэтому и в школу ходить не придется. Все по онлайну. А почему играть не сможешь? Там бабушка, она будет следить, чтобы я в игры не играла. Родители-то на работе, и я всегда могу зайти ВКонтакте. А тут попросили бабушку побыть нянькой. Жесть, да, уже есть. У меня в самой челюсть отвисло от такой причины. Бабушка-тиран, не дает ей играть в аватарию. Удачи тебе там. Как будет момент, лови его и пиши мне. Поиграем. Угу, я постараюсь зайти. Ты ведь будешь меня ждать? Ты станешь моей женой? И смайлик. Господи, ребят, этот смайлик. Я представила у него на лице такой же вид, типа... Я подумала. Да, я согласна. Только моя подруга Маша на тебя запала. Помнишь ее? Наверное, это про подругу, о которой она рассказывала, что они в клубе тусили, и он признался ей якобы в любви. А, да, она ко мне пристает довольно часто. Так она пристает или он пристает? Спасибо. А то я ревную. Ахахах. Кстати, вот хорошо. Хорошо, что она призналась, то, что она немножко ревнует. Не скрывайте это. Ребят, ну что ж, вы же не маньяки какие-то там прям. Ревновать ко всем. Вы же не просто так это спрашиваете. Значит, были какие-то причины. Ну, конечно, ревность на каждом шагу это тоже плохо. Здесь вполне обычная ситуация. Не ревнуй. Мы же теперь вместе. Обещаешь. Как приедешь, так сразу поженимся. Ой, пошли у нас поцелуйчики. Все, все, все. Пошли поцелуйчики. Даша убегает пока что к себе, потому что у меня квартира закрыта. Я должна ее буду потом открыть, запустить Дашу, спрятать ее. Ну, в общем, ребят, сейчас все разрулим. Давайте быстро писать парню, пока он не убежал. Отказался. Он отказался. Давайте тогда ему уличное сообщение напишем. Приветик. Ну, давай познакомимся. О, ну давай. А чего тогда он отказался? Подождите. Ну, давай. А чего тогда отказался меня в приятеля добавить? Давайте сядем рядом с ним читать журнал. Будем вместе с ним читать. А почему в приятеле отклонил? А ты не писала. Да как? Там же фраза сама высвечивается. Хочет добавить тебя в приятеля. О, он меня сам добавляет. Все, ребят, здорово. Я и демон. Теперь приятеля. Нет, это звучит страшно. Я и демон. У меня в приятелях демон. Я Аня. Давайте скажем свое имя. Познакомимся. Денис. Стоп, погодите. Какой Денис? Какой Денис? Стоп, подождите. Он Вова. Даша сказал, он Вова. Они в чате, они вместе, когда общались, он тоже аукнулся, откликнулся на Вова. У него, походу, раздвоение личности. Ну, люблю читать. И немного пишу рассказы. Писатель. Он у нас писатель. Что пишешь-то? Романы там пишут. Играю полгода, может, где-то. Здорово. Давайте скажем, что тоже любим читать. Сейчас поинтересуемся, какие произведения им нравятся. И дополним, мне нравится Война и Мир. Сейчас он такой тоже напишет. Вау, я тоже обожаю Война и Мир. Ой, да всякие разные читаю. Отличный ответ. Просто отличный. Сразу видно, много читает. Еще фанфики люблю. Блин, Анчоус новый промокод какой-то толкает. Ребята, какой новый промокод? Я здесь отношения пытаюсь строить, а вы мне промокоды. Какую музыку слушаешь? Давайте тоже удивимся. И скажем, и я. У нас много общего, я смотрю. Позовем к себе. Скажем, что здесь помогает. Мне норм. Ну ок, пойдем. Ребят, надо просто открыть квартиру. Сейчас быстро спрятать Дашу. И вернуться сюда, позвать его к себе. Все, мы с ней встретились. Даша, садись, садись. Даша у нас волнуется. Давайте ее немножко успокоим, что ли. Скажем, что ничего такого. Ничего такого пока вроде криминального-то нет. Мы просто общаемся. Ну, просто знакомимся. Я даже не знаю, как относиться к знакомству, когда у вас есть вторая половинка. Как вы его относитесь к этому? Вы можете себе позволить с кем-то пообщаться или нет? Или все. Если у вас есть парень, вы общаетесь теперь только с девочками. Так, все, давайте его позовем к себе, ребят. Ну что, мы его заманили в наше логово. Заманили все-таки в логово. Уединились. Сейчас начинаем действовать. Так присел, присел скромненько. Да что ж ты, давай тоже раскладывайся. Ну ничего себе скромный. Ты мои не видела. Там гадюшник тогда. Гадюшник. Хотела спросить, если разрешишь задать личный вопрос. Есть ли у меня девушка? Да как ты догадался-то, а? Смотрите, он, мне кажется, мысли читает. Давайте так и напишем. Давайте напишем. Так ты и мысли читать умеешь? Я много чего могу. У меня эти скобочки, ребята. Что ты там много можешь? Блин, ты красивая. Погодите, это вообще не в тем... Да, я знаю, что она красивая. Ну, вообще, комната красивая. Персонажа мы подготовили красивого. Но это он как-то просто написал не в тему сейчас. Ребят, я не знаю, как на это реагировать. Он написал, что я красивая. Ну, пускай комплимент. Хорошо. Пока что. Да я не знаю. По-моему, это ненормально, когда за зайцем сидит. И еще будущее. Она даже согласилась, что выйдет за него замуж. Теперь он делает комплименты другим девушкам. Ну, ладно, делать комплименты близким подругам, с которым вы общаетесь и там чувствуется, что вы друзья. Но мы-то с тобой первой встречной. Ну, кому-то и паспорт не помеха с портретом женщины. Что значит почти? Что значит почти? Нет, это как? Удобно здесь. Погодите, какое удобно здесь? Что значит почти? Почему он игнорирует меня? Давайте скажем ему, если у тебя нет девушки, то, может, будем строить отношения. Можем попробовать. Я так-то со всеми общаюсь. Как так-то? Вот так вот, как сейчас со мной он общается со всеми? Или как? Тогда прими мой подарочек первый. Давайте ему что-нибудь подарим. Погодите, у меня нет зайцев. Где мои зайцы? Ай, мне в гостиной остались. Блин, что давайте ему шкаф подарим. Давайте ему шкаф первый день нашей встречи подарим. Капец, у меня шкафа нет. Подождите. Он что, бомж что ли? У него даже шкафа нет. Одежду где-то хранишь. А, ну такого. На свадьбу нашу подарил меломана. Хм, а может уже? Ты как? Ну, я же типа... Ну нет, ну стой, я так-то свободен в паспорте. Ну да, ты свободен, но у тебя же девушка. И она сказала, что согласна. Как? Нет, девушки, стой, остановись. Блин, ребят. Я не знаю, но это обидно, обидно. Это очень обидно. Завалил всю проверку. Зачем так? Из-за меломана что ли? Я просто ему шкаф подарила. И намекнула, чтобы дарить подарки. Может быть он не придет. Может быть он откажет. Типа сейчас стесняется отказаться. А потом меня удалит. Не знаю. А, я на донатки. Нет. Тоже тебе подарок куплю. Все, ребят, Даша вышла, Даша вышла. Что молчишь? Давайте напишем, что это была проверка на верность. Немножко, конечно, обидно за то, что человек обманывает так. Ну, во-первых, он даже и имя свое как-то уже соврал. Он мне сказал, что он Денис. Ей сказал, что вот она написала. И какой Денис? Ты говорил, что тебя зовут Вова. А мне сказал, что Денис. Ребят, кто видел этого парня? Кому он еще свое имя назвал? Может быть он на самом деле Максима? У него правда какое-то раздвоение личности. Так, это чего? Это он матюки здесь кидает? Я тебе сейчас дам. Я тебе сейчас дам. Блин, побалдеет. Тут Зайцам. Офигеть. Пошли обе. Какой-то неадекватный парень. Я не знаю, у него правда раздвоение личности. Буду заканчивать это видео, ребят. Вы пишите в комментариях свои истории. Кому помочь проверить половинку. Половинку или подругу-друга. Берегите себя. Я вас всех целую, обнимаю. Всем удачи. Всем пока.